Приезжай в деревню. Что происходит? Всё, чего я не знаю из его жизни, я всё узнаю. Ты всё мне расскажешь. Берат, говори же. Ну, на самом деле вот что есть. Да, Берат, что есть? Говори мне правду, Берат. Что Кемаль от меня скрывает? Что он вообще здесь делает? Нет ничего. Он здесь ничего не замышляет. Ты накручиваешь себе, Хандан. До такого состояния меня твой любимый друг довёл. Кемаль от тебя ничего не скрывает. Ты успокойся. Пойдём чай выпьем. Какой к чёрту чай? Послушай, Берат, если ты что-то знаешь, что не говоришь, клянусь, я ничего не знаю. Ладно. Но если даже узнаешь, рано или поздно всё это всплывёт, я всё равно всё узнаю. И вот тогда-то... Послушай, Хандан, ты правда что-то накручиваешь себя в голове? Ты послушай, Кемаль был здесь, рядом со мной. У него дела появились, он на Пурсаке поехал. На Пурсаке? Что это вообще за место? Это на дороге в аэропорт. Это как-то с машинами связано. Ладно. Если ты говоришь, я клянусь тебе, он незадолго до тебя вышел. Ну, то есть, если ты ещё чуть пораньше пришла бы, я думаю, вы бы пересеклись. Жемчужное колье? Почему ты хочешь, чтобы я его сейчас надела? Послушай, это платье хорошее. А вообще, что я говорю? И платье хорошее, и девушка хорошая, да? Я не пойду, тётя Назира, не показывай их зря мне. Боже мой, что значит, я не пойду? Он для тебя организовал ужин. Послушай, ужин это что-то необычное, он тебе там что-то скажет. Фарида, интересно, что он тебе там скажет, а? Не знаю. А, вот вы где были. Назира, я ухожу, к Усману пойду. Хорошо, сестра Зухра. Фарида, вы займитесь там, мои люди. Хорошо? Хорошо. Мы займёмся, сестра. А я тётю Зухре скажу, она тоже скажет, иди. Куда? Твой сынок. На ужин её приглашает, а она не идёт. А почему не идёшь? Даже не знаю. Сейчас не время, наверное. К тому же, госпожа Илюз сейчас здесь. Когда я говорил тебе быть внимательной, я тебе про это разоговорила. Я никого не хочу в неловкое положение ставить маму Зухра. К тому же, ты права, если бы дядя Остман увидел меня. Фарида, Не заставляй человека жалеть о том, что он тебе посоветовал. Я просто сказал внимательнее тебе быть дома. Вот и всё. Вот и всё. Ну же, иначе Джулинд очень не обидится. Конечно, вы будете встречаться на улице. Ну же. Я была права. Возьми. Алло. Я помогаю, госпожа Илдыз. Я Севге. Да, госпожа Султан? Госпожа Илдыз немного беспокоена. Она спит. Я скажу ей, что вы звонили. И вам. Кто это был? Госпожа Султан. Ваша свекровь. Да. Лучше бы не говорила, что я занята. Да вы спали, я не смогла вас разбудить. Не знала, ты уж извини. Да нет. Ты извини, откуда ты могла знать? Ну, госпожа Султан любит преувеличивать всё. Я поэтому немножко заволновалась. И это она преувеличивает о ребёнке, да? Ты знаешь, у меня тоже после свадьбы не было ребёнка. Где-то три года. Прямо как и в твоём случае. Моя свекровь тоже так сильно давила на меня. Она меня недолюбливала. Она в меня даже песком как-то кидалась. Да ладно. Серьёзно, что ли? Да. Только я знала, что я пережила. И как-то я пришла домой. На диване сидела другая девушка. Свекровь сказала, что теперь мы будем все вместе жить. И что сделал муж? Мой муж? Он любил меня. В тот же день он взял меня за руки, и мы покинули этот дом. Переехали в Анкару. Хорошо. Хороший у тебя муж. Он не поддался маме. Да, он был хорошим. Спасибо ему за это. Так вот, что я хочу сказать. Брак – это то, что связывает двух людей. А что нужно для третьего, ты лучше меня знаешь. Спасибо, сестра Севги. Кадер, доченька. Я отвечу. Надеюсь, твои тоже как-нибудь будут звонить тебе. Кадер, ну как ты там, доченька? Сестра, не надо упрямиться. Давай я подвяжу тебя до дома. Зачем ты тут ждешь? Ты смотри на него. Я сама доеду. Я понимаю, но дела Кемали могут затянуться. Я говорю, чтобы ты просто так вот не ждала. Что это за дела? Ты мне расскажи об этом. Ты сказал, какая-то машина, еще что-то. Да, обычная работа. Спасибо ему, он помогает мне. Да было бы в чем помогать. Обычно это не так долго, но... Сегодня еще что-то, наверное, появилось. Оплата какая-то или еще что-то. Ладно, давай позвоним. Узнаем, за что он там собирается платить. Хандан. Ты не ответишь? Нет. Это с остановки звонят. Не хочу сегодня ничего о работе слышать. Хандан. Лучше всего вообще отключить. Не могу поверить, он отключил телефон. Может быть, зарядка закончилась? Да, да, да. Ну тогда я посижу здесь и подожду его. И он же недолго там будет оплачиваться, да? Ну? Ты не голодна? Нет, я голодна. Вот, я кушаю. Значит, ты сегодня со странностями? То есть как? Помнишь, в прошлый раз ты издевался на мной, что я поедаю вилку. Теперь на себя посмотри. У тебя на лице кое-что осталось. Субтитры создавал DimaTorzok Мама? Привет, дорогая. Привет. Ты здесь, подожди, я скоро буду. Здравствуйте. Сестра Севги, твоя дочь? Да, моя дочь Кадер. Это госпожа Элдес. Здравствуй. Здравствуйте. Вы не стойте у двери, проходите внутрь. У меня там еда готовится, я пойду проверю и приду. Спасибо огромное. Ни к чему не прикасайся, я скоро буду. Или господин Осман тоже знал о моей краже? Ты и правда придурочный. Больше не говори, пока я не закончу. Наша тема Фарида. Осман клюнул на нашу удочку. Он будет допрашивать тебя, есть ли между тобой и Фаридой что-либо. Отвечай ему загадками. Не говори, что между вами что-то есть. И не отрицай этого. Запутай его. Будь загадочней. Ладно. Закончила? Да, закончила. Поворачивайся. Боже, какая красота. Какая же ты красивая у нас. Красотень. Нет, это не подходит. Мне так всего три платья тети Назира и самое хорошее я надевала на дне рождения. Фарида, ты такая красивая. Даже самое ужасное платье подойдет тебе. Ты все равно будешь самой красивой? Извините, я не отвлекаю вас. Нет, нет, заходите. Я полотенце искал, но... А, ладно. Я сейчас принесу. По-моему, этот цвет тебе не очень подходит. Надеюсь, что это более живое. Например, красное. Оно раскроет красоту твоих волос. Но у меня нет красного платья. Ладно, тогда мы подберем другой тебе цвет. Но там нет ничего подходящего. Посмотрим. Послушай, что я тебе скажу. У меня дома есть то, что подойдет тебе. Пойдем, возьмем, что скажешь. Даже не знаю. Ну же. К тому же я дома забыла свои вещи. А одна идти туда я боюсь. К тому же не оставишь меня одну. Что скажешь? Ну ладно. Ты готова? Вперед. Может, не будешь настаивать, а? Ладно, ладно, молчу. Нужен братец ответнее. Оставьте свое сообщение после сигнала. Бахар. Оставьте свое сообщение после сигнала. Ну нет, такого быть не может. Он еще не ответил, да? Нет, я не ему звонил. Да, уверен, что это так. Ох, кажется, мы переели. Кемаль, мы же еще десерт будем. Да ладно. Да ты же не будешь. Ты рыбу еще не доела. Знаешь, таким удовольствием съем. К тому же ты тоже поешь. Чего уж там. Не переживай. Сегодня плачу я. Ты немножко притормози. Да ладно, а чего так? Ладно, ладно, не злись. Покушаем? Но бегать будем дольше, имея в виду. Бегать? Ну после того, как мы столько съедим, мы же не будем просто сидеть. Мне кажется, беготня нам только на пользу пойдет. Кемаль, отличная идея. Ну вот, теперь я спокойнее буду кушать. Я тоже. Шифрим. Мы бы десерт хотели бы заказать. Спасибо, мама. А сейчас немедленно в школу. Увидимся вечером. Не прикасайся, не прикасайся, опусти. Мама, такая красота. Если я не сломаюсь, я даже если месяц бесплатно буду работать, не смогу расплатиться, знаешь? Ну же. Ты тоже, конечно, привеличиваешь. Ну же, шагай. Ладно, мама, поняла, ухожу. Они богатые, однако. Жена, наверное, не работает, да? А муж-то кто? Доктор, наверное, да? Да неважно кто он, какая тебе разница. Пошла отсюда. Добро пожаловать, господин Ферман. Здравствуйте. Моя доченька Кадель. Пошла кое-что мне забрать, все, уже уходит. А где Элдис? На кухне. Всего доброго, дочка. И этот мужчина, и эта женщина не подходят. А даже, блядь, не неси, пошла отсюда. Да ладно. Я все еще трясусь, когда вспоминаю то, что было. Да, вы правы. Я не могу даже представить, как это могло бы произойти. Хорошо, что ты пришла со мной сюда. Понимать, что здесь кто-то есть, кроме меня. Понимать, что это кто-то прикасается к моим вещам, отвратительно. Хорошо, что с вами ничего не случилось. Если бы я не умела постоять за себя, случилось бы ужасное. Он накинулся на меня в выродок. Ох, не хочу думать об этом. Пойдем посмотрим, что мы найдем внутри. Послушай, парень. Каковы твои намерения? Скажи мне правду, чтобы начали действовать, не так ли? Ну что вы, господин. Мы, Фариды, просто друзья, вы это знаете. Не втесняйся, парень. Мы тоже были молодыми. Мы тоже все понимаем. В армии ты был. Работа есть. И вполне неплохая. Ну то есть, какими бы ни были мои намерения, Фариды другая. Она как дочь вам. В конце концов, кто я такой? Ты скажи, заинтересована тебя или нет. Ну то есть, нравится она мне или нет. Какая разница, господин Усман? Брак это обоюдное решение. А я Фариды вряд ли достоин. То есть... То есть ты любишь Фариду? Да. Она нет. Я ее не люблю. Мы друзья, приятели. Вот платье, о котором я тебе рассказывала. Оно очень красивое. Ну нет, давайте его мне. Я буду бояться. Оно выглядит очень дорогим. А если с ним что-то случится... Да ладно тебе. Что с ним может случиться? Максимум химчистку сдашь. Возьми, примерь его. А я соберу еще свои вещи. Максимум химчистку сдашь. Если подошло, можешь тоже взять. Нет, я просто... Послушай, по-моему, каблуки тебе больше подойдут. Примерь-ка ты их. Нет, правда, не стоит. Я думаю, что-нибудь найду. Ну же, надевай. Добро пожаловать, господа Зухра. Здравствуй. Господин Усман у себя? Да, он у себя. О-о-о, Зухра Хатун. Что вы здесь забыли, интересно? Утром твой отец был без настроения, решил его проведать. Он у себя. Мама, мы с Фаридом идем на ужин. Можем опоздать. Ты там отцу что-нибудь скажешь, сынок? Послушай. Вы к ужину приходите, хорошо? А то потом он разозлится. Ты знаешь о его 47-х мед Кемалем? Сейчас не Кемаль и кто-либо другой меня не волнует. Он должен быть наедине с Фаридой. Я могу опоздать. Я не разрешение прошу, я оповещаю. Если отец что-то скажет Фариде, будет трагедия, имей в виду. Ну ладно. Не волнуйся. Огромное спасибо, мама. Это ты не переживай. Очень мало осталось. Скоро решатся все наши проблемы. Здравствуйте, господин Осман. Привет, Зухра. Проходи. А ты подумай о том, что мы говорили, потом продолжим. Как скажете, господин. Что он вообще здесь делает? Зачем он пришел? Разве он не мы работник? Мы с ним разговаривали. Нет, ну просто надеюсь, ты ничего про Фариду не рассказывал. А почему не рассказать? Господин Осман, я разговаривала с Фаридой. Ну так, более поверхностно, но все не так, как ты думаешь. Нет никакой любви между ними. К тому же, Селим уже долгое время любит другого человека. Ты мне эти сказки не рассказывай. У него лицо светится, когда он ее имя слышит. Он боится нашей реакции, поэтому ничего не говорит. Но я это все понял. Они любят друг друга. Ты неправильно поступаешь, господин Осман. Ты на ровном месте уничтожишь их. Ты знаешь. Если Фариды узнают о том, что ты так думаешь, она очень расстроится. Если ты нормально решишь эту проблему, я сам улажу. Вроде, разве это плохо? Будет свадьба. Потому что тебе больше всех нужно радоваться. Ведь она как-никак твоя дочь. Она примеряет мое платье, это сирота. В моем столе она выйдет к своему Дженейту. Ладно, тут я даю отбой. Она может прийти скоро. Пока. Госпожа Элюль. Почему не надела? Не понравилось? Хозя, могло не понравиться. Мне очень понравилось, но как-то преувеличило я, кажись. Послушай, я расскажу себе секрет о мужчинах. Обычно они говорят, что им нравятся очень тихие. Но привлекательных они никогда без внимания не оставляют. То, что ты выглядишь так невинно, это, конечно, хорошо, но... тебе нельзя допустить того, чтобы он забыл о том, что ты женщина. Это, конечно, правда, но я в этом не разбираюсь. Ну, может... Мы уже пойдем? Да стой! Я тебе дам колье, оно очень продерет под платье. У меня есть жемчужное колье. Но у меня есть кое-что получше жемчужного колья. И ты надену жемчужное. Это подарок Дженейта. Ладно. Я пойду принесу вещи и потом пойдем. Попробуй-ка найди свое жемчужное колье, глупышка. Как тебе не стыдно, Кемаль? Сестра, у меня есть знакомый, который в Пуртаках работает. Я недавно с ним по телефону разговаривал. Да надоело мне, Бират. Ты надоел уже тянуть. Говори, что он сказал. Он видел Кемаля в Пурсаках. Ты не жди его здесь, уходи. Ну, ладно. Но если под этим предлогом кроется другое дело... И вправду, где они? Да. 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 О, Бират. Привет. Привет. Я к Бахар пришел, но она, видимо, еще не пришла. А, да. Она еще не пришла. Она не дома. А, если будешь ждать, проходи. Нет. Не буду. И тети Сергея тоже, наверное, нет. Почему? Думаешь, неправильно поймут? Да ладно тебе, заходи. Ладно. Зайду. Да нет же его, нет. Где оно? Тетя Назира, ты видела моё кале? Какое кале? Кале, который подарил мне Джуна, я не могу его найти. Его нигде нет. Боже. Пойдём. Пойдём, пойдём, посмотри вместе, пойдём. Мне кажется, они как-то опаздывают. Кто? А, сестра, она скоро будет. Видимо, дела затянулись. Да, мне тоже так показалось. То есть как? Да нет, просто затянулись дела. Ну вот тот друг, который у тебя есть, он нашёл ей работу. Кемаль. Да, Кемаль. Они вместе сегодня ездили в издательский дом. Да, это я знаю. Вообще, они давно уже выехали. Ну. Наверное, после встречи они пошли развлекаться. И они не вспомнили о нас, ведь им весело. В смысле им весело? Ну не знаю, она нашла работу, а потом это, что? Ну вот эти вещи. Ты что-нибудь будешь пить? Нет, спасибо. Честно говоря, хороший этот Кемаль. Да, он хороший. Да, он понравился. И сестра тоже так говорит. Что говорит сестра? Ну это, знаешь, ну я не знаю. Он хороший, любит помогать и всё такое. Он ей нравится? Ну. То есть, как человек. Ну как по-другому, может, ей нравится, Бират? Да не знаю я. Знаешь, он настоящий герой. Кому он может не понравиться? Всегда, когда у сестры проблемы, хоп, и Кемаль здесь. Кемаль хорош. Очень. Мне теперь полегчало. Мне тоже. Может, на велосипед? Правда, что ли? Давай. Вперёд. Побежали. Побежали. Боже мой. Боже мой. Не плачь, дорогая. Не плачь, моя единственная. Оно точно где-то здесь. Она ведь не сквозь землю провалилась. Мы найдём его, не переживай. Но сегодня без него, ладно? Ты готова? Я почти готова. Выглядит шикарно, шикарно. Не сглазил бы кто, не сглазил бы кто. Причешись нормально. Эээ, я пойду на кухню, там еда варится, ладно? Фареда? Ты плакала, что ли? У тебя глаза красные. Нет, не плакала. Да у меня аллергия просто иногда так краснеет. И колени надела. Не буду, я передумала. Ладно, я пойду, не буду опаздывать. Ладно, я буду в гостиной. Удачи тебе. Спасибо огромное за всё. За всё. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я была на кухне, оттуда исходил приятный запах Запах праздничного утра Это знак того, что все будет хорошо Возможно, именно тогда я была такой счастливый, как сейчас Возможно, именно в то праздничное утро Я тоже Кемаль Хорошо, что я встретил тебя Хорошо, что Бахар Ты мое праздничное утро Я чай не заварил, но кофе будешь? Да-да-да, разницы нет Они все еще не пришли Ну, в смысле, все здесь и в ГИ, там Да мама на работе, она еще не скоро вернется Но я о сестре волнуюсь Я тоже Ну, то есть Почему ты волнуешься? Ну, не знаю, разве может так долго проходить дела встречи? Ну, если они так долго развлекаются Какой вообще этот Кемаль? Он твой лучший друг? Скажи немножко про него Я ничего не знаю Кадер Кемаль хороший Хорошо, я понял, он хороший Но насколько? Какие у него привычки? А зачем ты про это спрашиваешь вообще? Нет, ты про меня не пойми Я для себя спрашиваю А для кого ты спрашиваешь? Да я так, в общем, спросила Ты как будто судья, который допрашивает Да нет, я... Так, чтобы было о чем говорить Ладно, я ухожу Скажешь, если ты, что я заходил Ладно, скажу Тебе тоже всего доброго, Бират Ладно, не переживай И аванс я получила Ладно, увидимся Я тоже целую Пока Твоя мама? Ага Кемаль Поблагодари своего брата от моего имени Ну, то есть Конечно, я хотел бы встретиться с ним и лично сказать, но... А... За что? Ну, за работу Он же организовал А, ну, может, как-нибудь встретитесь А где твой брат? Он тоже в Анкаре? Да, он здесь Он с отцом твоим работает? Да? Он тоже столяр Кемаль? Кемаль? Кто это? Бродяга А вот ты где? Я Джинейт Брат этого бродяги А, вот как А я Бахару Очень приятно Вот это совпадение Мы как раз о вас говорили В том же я сказала Кемалью Хорошо было бы, если я встретилась с твоим братом И поблагодарила его И вы сразу появились перед нами Ну, да Бахар начала просто работать у господина Берта Ну, у твоего бывшего босса Спасибо огромное Не за что Ну, брат, ты, наверное, работать над столом пораньше закончил, да? А, точно, ты думаешь, сегодня день рождения есть, да? Ты говорил же Поэтому ты так официально одет Но мы иногда не будем отвлекать тебя, брат Ты не опаздывай Да Не буду опаздывать Еще раз спасибо огромное Было приятно с вами познакомиться Спасибо мне тоже Увидимся, увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо огромное Оставься субтитры Алексею Дубровскому Да черт тебя Да, сестра Хадан Пришел Кемаль? Он пришел Пришел, но И сразу он ушел, да Куда ушел? Ты не сказал ему, что ли, что я его ждала? Почему мне не позвонил? Я ему сказал, но Как я уже и говорил У него очень много работы Видимо, он забыл просто это сделать Там уже у него зарядка закончилась Ну, как я и предполагал Я поняла, ладно Это правда, где они задержались? Мои единственные Прости меня Я очень долго думал в тот день после тебя То, что ты делаешь что-то, чтобы развиваться Нам никак не мешает Это хорошо, что ты хочешь знать английский Я поступил неправильно Извини меня Джунейт, я, пожалуйста, не говори ничего Просто выслушай Я всегда говорил, что буду оберегать тебя Но ничего не сделал для этого Джунейт, не говори так, прошу Но это правда Со мной ты не чувствовал себя в безопасности Пошло время покончить с этим Теперь ты будешь спокойнее Что это? Приглашение на свадьбу Через 15 дней мы поженимся здесь Ну, конечно, если скажешь да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, где же она застряла? Уже ночь Алло? Сестра? Да, сестра Эх, сестра, ты где застряла? Я переживаю уже Ты не волнуйся Мы с Кемалем в парке в нашей деревне Мы скоро будем А, с Кемалем Ладно Ладно, только не опаздывай, ладно? Ну, пока Увидимся Ну? Ты не сказала, да? Джунейт Я даже не знаю, что мне сказать Ну, то есть Это замечательный сюрприз, но Я не готова к этому Мы до этого это обсуждали Может быть, если мы подождем, будет лучше? Чего ждать? Чему это будет лучше? Разве это не наша единственная мечта Воссоединиться поскорее? Конечно, да Но я не знаю Может, сначала закончить курс Найти работу То есть, мы с тобой никуда не торопимся? Джунейт Я каждым днем люблю тебя все больше и больше Ничуть не меньше Да я... Я просто... Не хочу, чтобы мы торопились К тому же, может, ты пожалеешь об этом Может, тебе нужна не такая, как я Ты уверен, что это должна быть я? Я уверен, Фрида Черт твою налево, ну да Хватит уже думать за меня Я ни о чем не жалею И не буду Кажется, это ты и будешь жалеть Ты даже коле, который я просил надеть, не надела Бабушка дала мне его для того, чтобы я подарил его той, кого люблю Потом я подарил бы его той, в ком я не уверен Ты смотри, а Ты даже ответить не можешь Джунейт Пожалуйста, не поступай так Я люблю тебя, поверь мне Но все пошло настолько быстро Мы... Это не граф Фрида Рассказал последнее слово Я люблю тебя А ты подумай, прими решение Действительно ли ты любишь меня? Джунейт Конечно, люблю Тогда ответь на мой вопрос Через 15 дней в этом ресторане Ты будешь сидеть за мной с задним столом или нет? Я жду твоего решения Через 15 дней увидимся О, Берат Бахар пришла? Нет, не пришла, но я с ней недавно разговаривал по телефону Твои в парке Мои? Ну, Бахар и Кемаль Они сейчас гуляют в парке, который вот рядом с нами Ладно Берат Ты тоже туда направляешься? Нет, Кадер Это тоже странно Весь день спрашивают про них, а потом злится Калинки очень сильно болят Ну, а чего ты ожидала? Ну, то есть На велосипеде катались, бежали Кемаль Кемаль Мне понравилось кататься Давай будем почаще кататься? Конечно, будем Сестра Когда я на качелях, они сами по себе не качаются Можете меня раскачать? Вот как Какой ты сладкий Ну же После встречи они могли пойти прогуляться Сестра вполне могла забыть о нас Если, конечно, ей весело Нет, сестра не пришла, но мы недавно разговаривали с ней по телефону Твои в парке Да ты стал похуже этой хандам, Берат Ты не идешь? Я не буду сегодня дома ночевать Почему? Я так больше не могу, Фарида? Я не выношу этого То, что я каждый раз пересекаю с тобой, но не могу подойти к тебе, меня это бесит Мне надоело, что ты отводишь глаза, когда видишь меня, что отходишь от меня Я так не могу Мне от этого больно Джунейд Пожалуйста, не поступай так Прошу Ну же, заходи внутрь Не волнуйся ты за себя Если что случится, мама, помочь тебе А ты где будешь? Не волнуйся Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАТО ДИНАТО DimaTorzok Ты уже давно заслужил это. Убийца. Эйлюль? Что ты делаешь? Эйлюль, да? Эйлюль. Та девочка, семью которой ты убил, но её на глазах. Эта девочка выросла, Осман. Эта девочка пришла, чтобы лишить тебя жизни, Осман. Не надо. Нет. Не надо. Нет, не надо. Я годами ждала этого момента. Не надо. Когда-то ты убил мою сестру. Теперь настала твоя очередь. Эйлюль, не надо. Твоя очередь. Настала твоя очередь. Нет. Ну, мы не будем разговаривать. Нет. Будем, конечно. Что ты вчера делал? Ничего. Расскажи-ка. Ну, это. Как его там? Эм... Эм... Я вчера... После этого... Вернулась домой. Поспала. После чего? Ну, после этого. Чего именно? Но, Кемаль... Ты... Смущаешь меня? То есть, после того, как я тебя вчера поцеловал, ты пошла домой и поспала? А я не смог поспать. Все время думал о тебе. Кадер. На что это ты смотришь там? Иди сюда. Сынок. Бират. Что ты здесь делаешь в такое время? Где Кемаль? Ты чего так покраснел? Расскажи, что-то случилось, что ли? Мама, ничего не случилось. Где Кемаль? Кемаль уехал в деревню. Я думал, он едет к тебе. Сынок, что-то случилось, что ли? Сынок! Боже мой, не понимаю, что это с вами двоим происходит? Доброе утро, господин Усман. Доброе утро. Я положу. Ну что ты, мама Зухра? Ты садись, я положу. Почему никто не сидит за столом? Потому что у нас есть гость. Я так и не научил вас тому, как надо завтракать. Где Джунаид? Он не приехал вечером. Видимо, он с друзьями когда-то поехал. А Мехмед Кемаль ушел рано утром. Забудь ты этого, Мехмед Кемаля. Не хочу я твою бродягу некоторое время видеть. Нет, ну а Джунаид что, не предупредил, что ли? У меня телефон очень негромкий. Может быть, я бы не услышала. Доброе утро. Доброе утро, доченька. Проходи, присаживайся. Доброе утро. Ну что, ты смогла нормально выспаться, Эйлюль? О, даже очень. Я словно спала у себя дома. Такие прекрасные сны видела. Ох, как хорошо. Говорят, первый сон, который ты увидишь в новом месте, сбудется? А, вот как. Очень надеюсь. Надеюсь. Я тоже. Надеюсь, сбудется твой сон. А Джунаид, кажется, еще не проснулся. Джунаид с утра вышел. Я пойду на Зиру, проведаю, чтобы она принесла буря, пока он не остыл. Через 15 дней в ЗАГСе, ты будешь сидеть рядом со мной или нет? Я жду твоего решения. Увидимся через 15 дней. Боже, что же я теперь буду делать? Пожалуйста, подскажи мне решение. Прошу. Фэрида, ты знаешь, где я сейчас, Джунаид? Вы же вчера вечером были вместе. Что случилось? Что не так? Мама Зухра. Джунаид? Джунаид из-за меня не вернулся домой. Мама Зухра. Пожалуйста, подскажи, как выйти из этого положения? Ладно. Не плачь. Что здесь произошло? Из Ухра не пришла. Прошу меня простить. Я слушаю. Твой жених лежит в офисе, как мертвый. То есть он не вернулся домой? Именно так. Ему очень плохо. Приезжай немедленно, займись им. Ладно, скоро буду. Прошу меня простить, но мне срочно нужно ехать в офис. Что-то серьезное? Для одного из проектов я опросила несколько документов, они приехали. Мне нужно срочно их посмотреть. Мне нравится твоя целеустремленность. Молодец. Спасибо огромное. Кстати, хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Ну что ты? Мы всегда тебе рады. А, кстати, мы разговаривали с охранным агентством. Сегодня в твою квартиру поставят сигнализацию. Теперь ты сможешь, спокойно. Вы очень заботливы, господин Осман. Я пойду попрощаюсь с мамой из Ухрой, хорошо? Конечно. Ну? Дженейд в течение 15 дней ждет от тебя ответа. Мама Зухра. И что же мне теперь делать? Я не знаю. Если ты скажешь да, дядя Осман все перевернет вверх ног. Но если ты скажешь нет, то Дженейд... Боже мой. Честно, даже я не знаю, что делать. Извините. Я могу войти? Да, конечно, доченька, проходи. Перед тем, как поехать в офис, я хотела поблагодарить вас. Ну что ты? Мы всегда тебе рады. Спасибо. Фарида, все нормально? Нормально. По глазам, конечно, не скажешь, но... Ладно, поверю. Да нет, у нее просто аллергия. На ней много макияжа, поэтому глаза покраснели. Тогда я провожу вас до двери. Нет, не утруждайтесь, я сама дойду. Ну, ладно. Увидимся. Попробуй мамин кекс, он у нее очень вкусный. Хорошо. Я принесу немного хлебушка. Ну, конечно, весь хлеб съел я. Давайте лучше... Вы скажите, где я принесу? Нет, ну что ты, ты садись, я принесу. Ну уж извините. Пришел с утра пораньше, не предупредив. Ну что ты, дитя мое? Кстати, а зачем ты в такую рань пришел? Нет, не пойми меня неправильно. Просто в такое время ты обычно не приходишь, я поэтому спросил, иначе мы рады тебя видеть, особенно моя сестра. Эээ, сестра, у меня просто были вопросы по поводу пользования ноутбуком. Я попросила Кемале помочь. К тому же, ты своими делами-то займись, и если ты закончила завтракать... Если я закончила завтракать, пойду решать тесты. Это твое любимое предложение. Я принесу тебе чаю? Нет, я не люблю на завтрак чай пить. Ну тогда давай кофе сделаю. Нет, спасибо. Если вы не скажете, что он пришел сюда просто поесть, я, пожалуй, пойду. Ну что ты, сынок? Спасибо огромное за все. Ну, я тогда тебя провожу. Спасибо огромное за все. Все было просто великолепно. Приятного аппетита. Приходи еще, хорошо? Надеюсь. Увидимся, Кадер. Тесты — это важно. Решай их. Нет, ну раньше одна была, теперь их двое. Кадер, ты куда? Мне совсем не хочется уходить. Но мне нужно уходить, не так ли? Ну тогда ладно. Ну а я буду ждать тебя еще. Я прямо сейчас уже начинаю скучать по тебе. А я по тебе... Ты за нами сидела, что ли? Кадер. А ну стой. Доброе утро. Ну же, выпей это поскорее. Приди в себя. Тебе нужно работать. Осман Кузан скоро будет здесь. Ты стал моим ангелым хранителем. Зовем это дружеской помощи. Голова раскалывается. Ну же. Выпей это. Я принесла парфюм и бритву. Они в туалете. Джунейд. Чего ты смотришь? Вставай давай. Сегодня наденешь этот, но по-моему вчерашний был получше. Я тебя понял. От тебя не спастись. Почему твои голубые глазки стали такими грустными? Что случилось? Ты думаешь о Джунейте? А? Любовь. Почему она такая сложная сестра? Это чтобы ее ценили, моя дорогая. Иначе каждый запросто бы влюблялся. Фарида. В каждом сердце есть одно место. И это место ждет своего хозяина. И пока не появится этот хозяин, оно будет мучиться. Ты еще маленькая. Поймешь это. Все странно, Зира. Я... Я всю ночь думала. Я больше не буду это продолжать. Я скажу Джунейту нет. Не делай так, моя голубоглазая. Тогда ты потеряешь Джунейта навеки. Подумай же, еще раз подумай. Подумаю, что это изменит сестра. Думаешь, завтра Слан Кузан меня полюбит больше? Да я завтра останусь с той же Фаридой. Той Фаридой, которую он не считает достойной Джунейта. Фарида. Он уже давно ослеп. Его сердце забыло слово любовь. Поэтому он не видит твою любовь к Джунейту. Понимаешь, не видит. Вот видишь? Нет выхода из этой проблемы. С каждым днем я все больше путаюсь в этих улицах. Я устала, сестра. Ну нельзя сказать, что ты устала. Не так просто найти любовь. Сто раз спросишь у сердца. Не получилось. Миллион раз спросишь. Фарида, ты обязана это сделать. И ради себя, и ради любимого. Но. Никакого но. У тебя целых 15 дней. Хорошенько подумай. Прими решение такое, чтобы и тебе было хорошо, и твоему любимому Джунейту. Хорошо? Я вчера много выпил. Ты уж извини. Ты этим утром решал мои проблемы. А для чего еще нужны друзья? Ну, ты не спросишь? Что не спрошу? Почему я таким был? Когда ты сам захочешь, расскажешь мне. Я просто хотела, чтобы этот день начался для тебя хорошо. Эй, Люль. Ты очень хороший друг. Ну, возьми же. А, да, конечно. Извини, не увидела. Ну, конечно, не увидишь. Думаешь-то о другом. Думаешь-то о другом. Думаешь-то о другом. Кадыр, не види себя как ребенок, а? Ну, сестра, расскажи же мне. Да что тебе рассказать-то? То, что было во дворе. Ну, то, что с Кемалем было. Кадыр, ты чего такая сегодня, а? Столяр Кемаль признался тебе в любви, да? Сказал, я люблю тебя, Бахар. Моя единственная. Моя Бахар. Кадыр. Бахар. Это очень смешно, Кадыр. Прям очень смешно. Девочки, что происходит? Да ничего, мама. Мама, я песенку себе под нос напеваю, а с сестрой что-то происходит. Мама, можешь изолировать тебя на время от меня? Если ты мне не расскажешь, я не замолчу. Думаешь ты о другом. Думаешь ты о другом. Дочка, ну расскажи же, чтобы она замолчала, а? Ну ладно, я расскажу вам. Но сначала я посуду вымыю. Это я сделаю, сестрица. Ты проходи, садись. Да ладно, ладно. Кадыр, девочки, сейчас повредите себе что-нибудь, а? Ты чего творишь, а? Хватит. А за это достойно тебя, а? Достойно? Что достойно? О чем ты? Я про Бахар говорю. Про Бахар. Все нормально, кузен? Нормально. А что? Эйлю мне сказала. Ты ночевал в офисе. Да, вчера был сложный день. Хорошо, но зачем ты здесь-то остаешься? Позвонил бы мне, я бы тебя забрал. У меня раскалывается голова. Не дави на меня, Тунч. Ладно, ладно. Расскажи-ка мне сначала, что произошло. Или... Ты рассказал дяде про ваши отношения с Фаридой? До этого этапа мы еще не дошли. А на каком вы этапе? Мы вчера с Фаридой ужинали. Не получается, Тунч. Что бы я ни делал, она никак не хочет понять меня. Я делаю шаг вперед, а она делает назад. А что ты сделал-то? Вчера я положил ее на стол приглашение на нашу свадьбу. Спросил, через две недели ты придешь сюда или нет. Она даже не ответила. Словно ее что-то сдерживало. Словно она что-то от меня скрывает. Интересно, что? Черт подери. Я не знаю. Ты должен был устроить совещание с суховостным отелем. Ну что? Я все устроил. Завтра познакомимся с командами. Хорошо. Эти люди доверяют Эйлю Лиджунейту. Скажи, чтобы они тоже там присутствовали. Скажу. Заходи. Извините, господин. Я отвлекаю вас, но... Звонили со склада. Произошла драка. Драка произошла? Какая к черту драка? Что это за дурь? Подождите, отец, я разберусь. А где же Наргиз? Наргиз! Госпожа Наргиз, нет, господин. Совсем уже расслабились. Музыка Ты за кого держишь, Бахара? Как ты мог так с ней поступить? Что ты такое говоришь? Ты все неправильно поняла? Что я неправильно поняла? Кого ты обманываешь? Я видел, как ты целовал ее. Послушай, Берат. Я все тебе расскажу. Что ты расскажешь мне, а? Что ты мне расскажешь? Ты расскажешь мне то, как ты врал ей? Ты расскажешь, на что ты пошел, чтобы обманывать ее? Что ты мне расскажешь, а? Как ты покидывался водителем в автобус и так далее? Все не так, как ты думаешь, Берат. Ты всех нас обман éta 겁니다. Ты всех нас обманул. И меня тоже обманул. Чтобы взбудиться с ней, ты меня использовал. Ты неправильно все понял. Я... Боже мой, какой же ты подлый человек, а? Какой же ты подлый человек. Неужели тебе не было стыдно? Успокойся, Берат. Выслушай же меня. Нет, ты меня выслушай. Я не позволю тебе использовать ее, понял? Не позволь тебе ее использовать. Ты не сможешь выходить из дома Хандан и приходить развлекаться с Бахар. Я не позволю тебе испортить ее, Кемаль. Да хватит уже, человек, выслушай меня, выслушай. Значит, вот какая у тебя дружба, да? Значит, вот какой ты мне брат. Чтобы обмануть Бахар, ты использовал нашу дружбу, да? Чтобы заполучить ее, ты постоянно говорил мне, что я твой брат, да? Да что ты за человек такой, а? Нет, ты мне не брат. А если ты можешь быть не братом? Успокойся уже, человек. Выслушаешь меня. Хватит. Мамочка, ты ведь не разозлилась? Сестра, то есть Кемаль сейчас твой парень? Какой парень? Они собеседники. Хорошие собеседники. Ты любовничками их не называй, не культурно же. Ладно, извини, мама. Ну, то есть, сестра, этот столяр Кемаль, он твой хороший собеседник? Мукадер, не говори ты про такие вещи, а? Надеюсь, вам на пути всегда будут попадать только хорошие люди, дорогие. Кемаль, он хороший человек. Ну, то есть, это видно, что его хорошо воспитали. Я на него не жалуюсь. Да и не буду, конечно же. Никогда. Очень воспитанный. А еще я смотрю на тебя. В последнее время-то. Слежу за тобой. Ты постоянно улыбаешься, Бахар. Я говорю, слава богу, слава богу. Моя любимая доченька наконец-то улыбается. Слава богу, что моя прекрасная доченька наконец-то поняла, что такое счастье, что она наконец испытывает его. Джу Нейт. Разве не рановато? Не лезь. Я не должен тебя таким видеть. Мне плевать. Плевать на всех и на все. Я хочу жить так, как хочу. Разве тебе запрещают жить так, как ты хочешь? Просто не надо ссориться с дядей. Я сказал, мне никто не волнует. И это говоришь ты? Ты всю свою жизнь жил на благо семьи. Как ты можешь измениться? Я изменюсь. Я должен. Мне уже надоело думать о других. Как бы отец не разозлился. Как бы мама одна не осталась. Как бы Кемаль не убежал. Надоело, понимаешь? Надоело. Ты самый большой проект дяди, понимаешь? Он будет очень разочарован. Имея в виду. Мне плевать. Теперь я хочу жить только ради себя и ради своей любимой. Ничего себе. Я столько времени тебя знаю, но таким вижу тебя впервые. Если Фарида сейчас скажет, что она готова, я разрушу все мосты Тунч. Но она не говорит этого. Не сказала. Не сказала, что она готова. Может быть, она не готова? Так черту все это. Как это не готово? Я ради нее пошел против семьи. Я вчера оставил ее у двери и просто уехал. Я знаю, она тоже расстроилась. Но я не буду ей звонить. Это она должна сделать шаг вперед, понял? Послушай, кузен, если ты переживаешь, я могу поехать домой и узнать, как она. Не надо. Да не надо сразу отказываться. Я заеду к ним. Чтобы ты не волновался. А, кстати, сегодня останешься у меня. Это офис, а не ночлежка. Я останусь один. Сегодня вечером я оставлюсь в отеле. Ладно. Как хочешь. Я побежал. Я сообщу тебе. Это они устроили драку? Да, они, господин. Расскажите, что случилось? Они груз выгружали. Сели ему дарил его по лицу. А потом все пошло-поехало, господин. Зачем ты ударил его, а? Почему? Все нормально, господин. Послушай, ты либо нормально не все расскажешь, либо я уволю тебя отсюда. Господин. Этот х*** высказал кое-что касаемо меня и Фариды. Фариды? Наша Фариды? Да, господин. Мы с Фаридой старые друзья. А этот х*** сказал всем, будто мы с Фаридой встречаемся. Он правду говорит. Он сам всем так рассказал. Ты чё такое говоришь? Фариды, моя сестра, так, отойдите. Хватит. Хватит. Что это за позор такой? Послушайте, чтобы больше такое не повторялось. Иначе обоих выкину. Поняли? А теперь идти на работу. Быстро. Помнишь? На прошлой неделе Мы с тобой разговаривали. Выпили. Ты рассказал мне, что такое настоящая любовь. У меня такого до сегодняшнего дня не было. В тот день я понял. Мы с Хантан с детства вместе. Я привык к ней. Я дружусь с ней. Можно как угодно назвать, но не любовью уж точно. Я никогда не влюблялся. А что такое вообще любовь? Это у женщин. Я так думал. Что ж такое любовь? Влюблённые взгляды, прозвища, многообещающие слова и так далее. Возьмогу я знать, что это, не испытав этого? Но это существует. Пробуждаются чувства. Ты смеёшься, плачешь, говоришь. И вина всему Бахар. Я увидел её. Поверил во всё это. Я понял, что любовь действительно существует. Я увидел Бахар. И всё стало каким-то другим. Я увидел Бахар. И понял, что я больше не буду тем старым Кемалем. И понял, что я больше никак не смогу стать тем старым Кемалем. Потому что теперь есть Бахар. Как тебе рассказать-то? Ну, раньше я никогда такого не переживал. Не чувствовал. Появилась она, и я начал чувствовать. Я слушаю какую-то песню, Бират. И у неё есть смысл. Теперь у всего есть смысл. Я что-то ем, и этот вкус... Теперь у всего есть смысл. Я влюбился, Бират. Я по уши влюбился в Бахар, Бират. Ты всё ещё зол на меня? У тебя самого-то такое бывало, а, Бират? А? Неужели ты всё ещё зол на меня, Бират? Не злюсь. Я не могу. Если ты любишь Бахар, не будешь её расстраивать. Бахар для меня. Она мне как сестра. Моя дорогая Бахар, мой самый первый ребёнок. Конечно, для каждого родителя и его дети самые хорошие, но мои дети, всё-таки, они другие. Они сразу привяжутся. Они сразу поверят. Они сразу полюбят. Они считают всех такими же хорошими, как и они. Они считают, что у всех такая же светлая душа, как и у них. Бахар, когда ты была вот такой, ты начала работать. Как же я тогда расстраивалась. Как же я плакала. А потом я сказала себе, так это же хорошо. Всё-таки она узнает людей. Я так себя успокоила. Мама, ты плачешь, что ли? Нет, дорогуша, не плачу я. Моя дорогая, но родителям порой бывает очень сложно вырастить своих детей. А потом родитель очень боится, что кто-то придёт и обидит его детей. Мамочка, посыл мой таков. Вы будьте внимательны, осторожны. Не думайте, что все такие же хорошие, как и вы. Вы можете столкнуться с плохими людьми. безжалостными. Надеюсь, вы всегда будете встречать только хороших людей на своём пути. Мама, ты не переживай. Мы тебя поняли. Мама, я тебя очень люблю. Я тебя тоже очень люблю, моя дорогая. Берат. Немедленно прими решение. Не расстраивай, не Бахар, не Хандан. Если всё так, как ты говоришь. Если ты любишь Бахар, расстанься с Хандан. хорошо, брат. Хорошо. Я и планировал это сделать. В каким случае, не будет покоя мне? Аблочные. 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 Добро пожаловать, высокий господин. И тебе привет, Назож. Эм, тетя Зухра не здесь? Ей плохо стало, она легла спать. Разбудить ее? Эм, нет, не надо. Скажи мне, дорогой, чем тебя угостить? Если я не хочу, но от чая-то его не откажусь. Тунч? Привет, тетя. Поправляйся поскорее. Тебе же плохо было, да? Эм, голова немного болела. Ты, наверное, расстроилась из-за ситуации Фариды и Джунейта, да? Вот что значит быть мамой, да? Любая мать ради своего ребенка будет расстраиваться и волноваться. Не так ли? Да. Вы с Джунейтом пересеклись? Да. Он спал в офисе. И он был в ужасном состоянии. Я первый раз видел его в таком состоянии. Мои руки связаны, я ничего не могу сделать. Добро пожаловать, Тунч. И тебе привет, Фариды. Не буду спрашивать, как ты, я знаю, что тебе плохо. Тетя, если ты позволишь, я хотел бы поговорить с Фаридой один на один. Ладно. Проходи. О чем ты будешь разговаривать со мной? Что вы делаете? Джунейт, это ты. В то время, как вы оба безумно любите друг друга. Зачем вы так мучаетесь друг друга, Фарида? Я боюсь. Чего боишься? Тебя любит такой прекрасный человек, чего ты можешь бояться, Фарида? Я не хочу, чтобы в семье был скандал. Джунейт готов на все ради тебя, Фарида. Он даже готов переступить отца. Ради этой любви он и семью, и своего отца. Он всех вычеркнет. Как ты не понимаешь? И этого я и боюсь. Я не хочу, чтобы из-за меня он кого-либо вычеркнул. Фарида. Все, что нужно Джунейту, это ты. И больше никто его не интересует. Не надо мучить ни себя, ни Джунейта. Прошу тебя, не надо так неуважительно относиться к Джунейту. Ради тебя он готов отказаться от всего. Знай это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джунейт. Где ты? Ты уже выехал? Я в отеле. Если закончила дела, можешь приехать ко мне? К тебе. Ладно. В каком ты отеле? Хорошо. Увидимся. Когда ты будешь отходить от стола, я буду узнавать об этом. Твоя работа там стоять. Люди драку устраивают, а тебя нет. Я решил проблему с дракой. Никаких проблем. Расскажи-ка. Ты не поверишь, но драка из-за нашей Фариды произошла. Продолжай. Кто-то из работников говорил про Фариду. Он что-то сказал касаемо отношений между Фаридой и Селимом. Ну, а Селим вмазал ему как следует. Честно, я удивлен. Чем мы занимаемся? Решаем детские капризы. Ты-то, может, удивлен. Вы-то, может, не замечаете, но... Очевидно, что между Фаридой и Селимом что-то есть. Я ничего не знаю. Но, конечно, это не есть нормально. Надо обязательно решить эту проблему, пока не поздно. Надо поженить их и закрыть это дело. Алло, Кемаль. Как ты? Нормально. А ты как? Нормально. Твои тебя, наверное, сильно завалили вопросами, да? Не хотел оставлять тебя в неловком положении. Нет. Вопросами не завалили. Но они догадались. Ну, то есть Кадер целый день пела перед моими ушами песню. Какую песню? Да нет. Ну, то есть она догадалась про нас и... Да шутила она просто. Надеюсь, когда-нибудь ты мне что-нибудь споешь? Наверное. Ну, а у тебя как дела? Ну, мне никто песенку не спел. Но с тех пор, как я познакомился с тобой, у меня в голове играет музыка. Не могу поверить, что в этой песне такой красивый текст. Вахар, что ты со мной сделала? Я никогда не думал о последствиях в жизни, о значении чего-либо. Я всегда живу сегодняшним днем. Но сегодня что-то произошло. Разговаривай кое с кем, я заметил это. Теперь появился смысл. Благодаря тебе. Кемаль. Все будет очень хорошо, да? Обещаю. После этого все будет очень хорошо. Алло. Хандан, нам нужно поговорить. Нет, завтра нельзя. Сейчас же. Это очень важно. Я рад, что ты пришла. Что, будем пить? Можно тебя? Я не буду врать. Я удивилась, что ты меня позвал. Заходи. Мама Зухра. Я приняла решение. Джунейт. Единственный мужчина, кого я люблю в этой жизни. И это не изменится. До смерти. Он единственный человек, от которого я получаю заряды энергии. Единственный, благодаря кому я хочу жить. Я очень люблю его маму, Зухра. Но эта любовь навредит всем. В особенности тебе. Ты столько всего сделала для меня. Открыла мне свой дом. Я не могу стать причиной разрушения вашей семьи. Семьи, которая помогла мне. Я не могу этого позволить. Мама Зухра. Завтра я поговорю с Джунейтом. Я ему скажу нет. У нас с ним не может быть совместного будущего. Это был замечательный сон. Но пришло время проснуться, не так ли? Сейчас самое время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok